здарова комрады с вами снова я аргумент 600 и я давно уже должен был выпустить это видео я все тянул 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 но вот я наконец таки его доделал что ж друзья без лишних слов убирайте беременных женщин и детей от экранов и мы начнем для начала посмотрим какие результаты выдает банальный geekbench при благоприятных температурных условиях чип демонстрирует высокую производительность как в одноядерном так и в многоядерном режиме причем он обгоняет всех собратьев по 600 серии обратите внимание что в многопотоке не может устоять и даже 821 снап не удивительно что многие считают 660 хорошей замены именно ему однако подождите с выводами давайте разберемся как же наш камушек обрабатывает 5 и более потоков вычислений напомню что у снапдрагон 820 и 821 с этими были очень большие проблемы они кстати так и не решены до сих пор если нагрузить смартфон парой тройкой задач то этот баг даст о себе знать незамедлительно у меня кстати был ролик даже на эту тему где 625 оказался даже лучше 821 и ссылку я оставлю естественно в конце этого ролика на карточках а что у нас тут происходит да примерно то же самое как и в случае с 835 снапом до эффективность обработки более четырех задач одновременно падает но не столь радикально как 820 и 821 если мы возьмем в рассмотрение разброса результатов то картинка едва ли огорчит нас если наложить данные на результаты снапдрагон 835 то есть зеленой линии на графике то окажется что ведут себя чипы очень и очень схожи для лучшего восприятия информации можно рассмотреть выделку данных по областям тут заметно что при обработке пяти и более потоков старший чип выглядит выигрышнее но прям разительной разницы тут нету теперь посмотрим на стабильность работы цп у части однокристальной системы очень удивили результаты в троттлинг тест где чип показал как высокую пиковую производительность в сто сорок восемь миллиардов инструкций в секунду так и отличные средние показатели до просадки есть но тут результаты познаются в сравнении я взял пару смартфонов и прогнал этот же тест в абсолютно одинаковых условиях может что получилось обратить внимание что даже очень удачный с точки зрения конструкции one плюс 3 показал по всем параметрам худшие результаты просто драган 810 в составе моего и чьи си у она 9 и говорить как-то неловко жаль не представилась возможным добавить к сравнению снайпдрагон 835 и 845 но надеюсь найдется возможность протестировать как раз таки последний на практике же нам интереснее всего может ли 660 использовать все ядра одновременно да может и мы это видели даже в проверке боем но не обязательно запускать игры чтобы получить профит от 8 ядер подойдет тот же разделенный экран например но это еще пол дела а вот использовать нужный кластер ядер тогда когда требуется задача куда сложнее именно на этом задании проваливаются многие соуси со схемой big little зачастую производителям просто лень вкладывать время и ресурсы в нормальную настройку планировщика и они пользуются проверенные схемы активируют максимально производительный режим при обнаружении запущенного бенчмарка в остальное время нагрузка ложится только на медленный кластер что обеспечивает неплохую автономность но девайс начинает ощущаться откровенно тупым для своих ттх уже способ проверить качество работы планировщика это браузерный тест и зачастую производители не воспринимают это приложение как бенчмарк да и сам браузер обновляется так часто что адаптировать алгоритмы под конкретную версию нецелесообразно тем не менее в этих программах пользователи проводят огромное количество времени что же мы видим 10748 баллов это отличный результат который сравним с 821 и 835 чипами если разобрать поведение чипов при выполнении этой задачи то мы видим что нагрузка полностью легла на первое ядро кластер а 73 вот тут указан красной стрелкой которая работала на максимальной частоте в то время как кластер ядер а 53 не ушел в сон и не сбросил частоты напротив на него легла нагрузка оболочки операционки службы других приложений работающих фоне то есть все сработало так как и должно было графический ускоритель адрена 512 в свою очередь оказывается заметно медленнее адрена 530 что в составе снабдрагон 821 но отрыв от графики в 652 и тем более 625 очень существенный также ситуации со стабильностью работы нагрузка с акцентом на процессорные ядра без проблем нагрузка на графический ускоритель тоже ровно прямая на графике показывающая сохранение производительности на протяжении всех 29 прогонов тестовой сцены конечно тут очень заметен отрывы производительности от старших чипов и даже троттлинг последних не дает шестьсот шестидесятому догнать топ сегмент все же графическая подсистема заметно слабее чем в восьмисотой серии обратим внимание что это заметно и в использовании графического ускорителя он не стесняется работать на максимальных частотах на полную катушку и это мы уже видели в той же проверке боем ссылку на тот выпуск я также прикреплю карточками в конце этого видео интересные результаты тестирования оперативной памяти тут ситуация аналогична той что мы видели с графической подсистемой очень четкое разделение по классам так что увы насчитать шестьсот шестидесятый аналогом восемьсот двадцать первого на основании но я все равно в игре не играю не выйдет при больших объемах данных разница будет заметной поэтому смартфон с шестью или даже восьмью гигабайтами оперативки предпочтительнее именно на восьмисотой платформе по энергоэффективности шестьсот шестьдесятый уступает шестьсот двадцать пятому ну очевидно и восемьсот тридцать пятому но он гораздо интереснее естественно восемьсот десятого восемьсот восьмого и сюрприз четыреста тридцать пятого снапа в итоге почти по всем параметрам 821 конечно интереснее шестьсот шестьдесятого и разве что в многопотоке наши испытуемый может дать жару что уже согласитесь неплохо еще раз повторю шестьсот шестьдесятый уступает восемьсот двадцатому снапу и выше но это уже тот уровень который позволяет нам иметь реально быстрый смартфон в среднем сегменте а ранее между восьмисотой и шестисотой линейками была пропасть которая сейчас серьезно так сократилась и сократится еще в самом ближайшем будущем привыкешь к шестьсот семидесятого квалькома плюс ходят слухи о семисотой серии стоит ли в итоге обращать внимание на этот чип при выборе смартфона однозначно да это тот самый случай когда чип действительно вышел удачный и относительно сбалансированный стоит ли обновляться с 650 или с 652 вопрос спорный но если вас не устраивает энергоэффективность эти чипов то однозначно до 660 действительно заметно и холоднее и энергоэффективнее чем и 650 и что-то второй на 650 и чуть-чуть получше а вот шеста пятьдесят второе однозначно Обновляться ли с 625, например, здесь? Да, однозначно да. Здесь совершенно другая производительность на одно ядро, и любой смартфон на 660 будет ощущаться гораздо-гораздо быстрее, чем на 625. Обновляться ли с 400 какой-то серии? Ну, наверное, даже и говорить смысла нету. То же самое относится к чипам Mediatek. Единственное, с чего бы я не переходил на 660, это, пожалуй, какой-нибудь X30 или Helio X25, и то вопрос открытый. Ну, а с Exynos и Kirin там разговор отдельный, владельцы этих чипов, я думаю, все знают и так без меня. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все, подпишитесь, чтобы не пропустить следующее тяжелое видео, которое вы, я думаю, все любите. А у меня на сегодня все, всем пока. Этот обзор стал возможен благодаря подписчику канала, который любезно предоставил свой смартфон ради всех этих тестов. Камрад, спасибо тебе огромное. Субтитры сделал DimaTorzok